Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в Музее Победы. В сегодняшнем видеоролике мы с вами посетим Зал Памяти и Скорби. Как ясно из названия, в Зале Памяти и Скорби проходят традиционные мероприятия, посвященные памяти павших защитников Родины на фронтах Великой Отечественной войны. Гости-посетители Музея Победы, придя сюда, в Зал Памяти и Скорби, могут возложить цветы и венки к монументу Скорб. Сверху вы можете видеть фигуру женщины, которая оплакивает погибшего на войне мужчину. Женщина символизирует собой маму, сестру или супругу, которая оплакивает погибшего на войне брата, отца или сына. Ежегодно 22 июня, в День Памяти и Скорби, пришедшие посетители к нам в музей имеют возможность зажечь в этом зале свечу памяти в честь погибших в годы Великой Отечественной войны советских граждан. Потолок Зала Памяти и Скорби украшают 2 миллиона 660 тысяч латунных цепочек. Каждая цепочка – это 10 погибших граждан Советского Союза в Великой Отечественной войне. По обе стороны от монумента Скорб располагаются такие вот витрины. В них находятся книги памяти из всех советских республик. Сюда занесены сведения о всех пропавших без вести или погибших солдатах и офицеров в годы Великой Отечественной войны. Ну а мой рассказ о Зале Памяти и Скорби подходит к концу. Увидимся с вами в Музее Победы.